МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прага, по традиции, начинаем с вас. Сергей. Спасибо, Юлия. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Ситуация на Донбассе ухудшается. ОБСЕ зафиксировало, на восток Украины потоком идут вооружения, и это не украинские военные. Речь о двух конвоях по 17 грузовиков без опознавательных знаков. Некоторые из них везли установки залпового огня ГРАД, в других автомобилях находились боеприпасы, отдельные машины буксировали гаубицы, шли топливные цистерны и БТРы. В самом же Донецке, как сообщается в отчете миссии, ОБСЕ зафиксировало колонну из девяти танков. Боевики заявляют, что техника под Донецком принадлежит ДНР, а ее движение связано с ротацией ополчения. Спикер же Украинского совета национальной безопасности и обороны, Андрей Лысенко, говорит, что колонны на Донбасс движутся из России, и там не только техника, но и профессиональные военные. А в их руках автоматы Калашникова с лазерными прицелами. И последние новости с востока Украины. Мы попросили прокомментировать аналитика Лондонского королевского института международных отношений, Арыси Луцевич. Арыси, здравствуйте. ОБСЕ подтверждает наличие тяжелой военной техники на Донбассе, на территории, которую контролируют боевики. Минские мирные соглашения уже давно не выполняются. Так называемого особого статуса у Донбасса не будет. Как это понимать? Урегулирование ситуации начинается сначала? Да, на самом деле я считаю, что последним гвоздем в гробу этого Минского протокола на самом деле были эти псевдовыборы, которые прошли. Но не только. Если мы вспомним то количество жертв по обе стороны конфликта во время так называемого перемирия, то мы на самом деле возвращаемся где-то в начало этого года, когда первые переговоры проходили в Женеве. А почему, по-вашему, молчат европейские лидеры? Танки, БТРы, КАМАЗы с офицерами и солдатами идут колоннами, а реагирует на это, по сути, только Украина? Ну, я бы не совсем так сказала, потому что мы видели НАТО, которое тоже подтвердило наличие российских войск и военнослужащих, которые... Вы хорошо понимаете, что одно дело подтверждать и использовать дипломатические фразы, и совсем другое действовать. Ну, мне кажется, что на самом деле действовать Европа по этому направлению военному не готова. Поэтому единственное, что они могут сделать, это или немножко ужесточить санкции в лучшем случае, или предоставить какую-то еще дополнительную военную помощь правительству Украины, чтобы противостоять распространению этого конфликта на территорию Украины. А что это может быть за военная помощь? Потому что, например, премьер-министр Польши заявил о том, что никакой военной поддержки со стороны Варшавы Киеву не будет. Ну, здесь на самом деле Америка более активнее действует, чем Европейская Союз. И мы знаем, что на уровне Министерства обороны Украины и Соединенных Штатов существует программа помощи. Стратегии американского министерства работают по подготовке и обучению украинских солдат по поведению вот в такой антитеррористической операции. Поэтому здесь мы больше должны рассчитывать на Америку, чем на Европейский Союз, у которого на самом деле, кроме взаимодействия с НАТО, нет никаких военных инструментов. Почему, по-вашему, официальный Киев до сих пор не ввел военное положение? Потому что со стороны складывается впечатление, что те же мальчишки-смертники, обороняющие Донецкий аэропорт, предоставлены сами себе. А в это время в крупных городах Украины кипит обычная мирная жизнь. На самом деле вопрос военного положения обсуждался уже несколько раз в парламенте Украины, но его не будет по простой экономической причине, потому что Украина не сможет получать никакое финансирование от Международного валютного фонда, если Украина будет находиться в состоянии войны. Мне кажется, что вот такой двойной, параллельный подход и стратегия, она может сработать лучше, чем сейчас объявить военную ситуацию на всей территории Украины. Арыся, спасибо. Это была аналитик Лондонского Королевского института международных отношений Арыса Луцевич. И тем временем ЛНР и ДНР готовы дальше обсуждать минские мирные соглашения, которые ими же не выполняются. Непризнанные республики определили делегатов для очередной поездки в Минск в конце ноября, чтобы предложить новую редакцию Минского протокола. Об этом сообщает РИА. Эхо боевых действий в Украине и аннексии Крыма звучит в Европе. На улицах Праги появились рекламные щиты с фотографией лидера крымских татар Мустафы Джамилёва и его цитатой. «За выражение несогласия советской оккупации Чехословакии в 68-м году я отсидел в тюрьме три года. Сейчас меня президент Чехии призывает смириться с аннексией Крыма», гласит надпись на бордах. Президент Чехии Милаш Земан на медне заявил, в частности, что понимает интерес русскоязычного населения. Крым, по его словам, был присоединен к Украине на основе бессмысленного решения Никиты Хрущева. Но, как отмечает Земан, «Чехи помнят 68-й год. Любая интервенция создает глубокий ров, который последующие поколения не смогут засыпать». Конец цитаты. Это программа «Настоящее время». Спасибо, что смотрите. Мы приветствуем всех тех, кто только к нам присоединился. И сейчас слово коллегам в Вашингтон, о чем Барак Обама говорил в Китае. Спасибо. Президент США Барак Обама выступил в Китае на саммите АТЭС и подтвердил направление внешней политики Соединенных Штатов в Азии. Наше будущее, безопасность и процветание неразрывно связаны с Азией. Президент России Владимир Путин также выступил на саммите. В своей речи он постарался убедить лидеров государств в том, что экономическая ситуация в России благоприятна. По мнению эксперта Атлантического совета Роберта Меннинга, Китаю гораздо выгоднее сотрудничать с США, используя при этом российские природные ресурсы. Нет никакого сомнения, что для Китая США важнее, чем Россия. Пекин сфокусирован на Азии, и его очень волнует позиция США в этом регионе. Думаю, что они рассматривают Россию как поставщика нефти и газа, чем нечто большее. В какой-то степени видят в ней партнера, когда речь заходит о противостоянии мировой системе, ведущую позицию в которой занимают Соединенные Штаты. Но Китай интегрирован в эту систему значительно сильнее, чем Россия. Это противоречие. А кроме этого, Китай и Россия являются также конкурентами, в частности в Центральной Азии. Я думаю, что это союз по расчету, чем нечто большее. В рамках саммита ОТЭС прошла встреча госсекретаря США Джона Керри и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. По словам главы Госдепартамента, Вашингтон и Москва по-прежнему расходятся во мнениях по нескольким вопросам, в том числе и по вопросу Украины. Как отметил Керри, судьба дальнейших санкций в отношении России напрямую зависит от действий Кремля. Между тем, США выразили серьезную обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что на восток Украины с территории России поступают войска и военная техника, включая танки. Пресс-секретарь Совета по национальной безопасности Бернадет Михан предупредила, что любое продвижение пророссийских мятежников с целью захвата новых территорий будет рассматриваться как грубое нарушение соглашения о прекращении огня. И с подробностями наш корреспондент Александр Григорьев. Саша, что говорят в Вашингтоне о ситуации на востоке Украины? Алло, алло. Да, Саш, ты меня слышишь? Да. Вопрос такой, что говорят вообще о ситуации на востоке Украины? Ситуация крайне опасная. Дело в том, что с Россией никто не хочет связываться по понятным причинам, потому что это грозит риском большой войны в Европе. И весь комплекс этих новостей, которые поступают не в последние дни, а в последние недели об учащении полетов российских самолетов в международном пространстве, об активности российских субмарин, о горячих заявлениях российских политиков, о непрекращающейся войне на востоке Украины, о поставках техники, о перегруппировке российских войск. Это добавляет неопределенности и тревоги международному сообществу, естественно, Европе в первую очередь и Соединенным Штатам. Каким образом реагировать на эти угрозы, пока не вполне ясно, потому что дипломатические методы, как показывает фактический крах Минских соглашений, не дают результата. Мы увидим в будущем, каким образом американская дипломатия сможет отреагировать на эти действия Москвы. Режим Путина ищет слабые места или возможности, можно называть по-разному. Они ищут русскоговорящих людей, тех, кто считают, что у них есть русские корни, и говорят им, «Вы – часть России. Исторически вы – часть нас. Это опасная ситуация, искать такие возможности». Вот почему выход из кризиса НАТО, или, лучше сказать, возрождение Альянса, крайне важны. Сенатор Лугар – соавтор программы «Нано-Лугара» по оказанию России помощи в деле уничтожения оружия массового поражения. Есть ли риск того, что Россия решит аннулировать соглашение по сокращению ядерных вооружений заключенных США? Нет, я думаю, что Россия продолжит соблюдать обязательства в рамках СНВ-3. Не было никаких признаков, что дальнейшие переговоры будут приветствоваться. Президент Путин сказал, что российские вооруженные силы невелики, но не стоит понимать это превратно. У России все еще есть ядерное оружие. Это крайне важная часть картины. Сенатор Лугар также высказался по поводу того, повлияет ли новый состав Конгресса, теперь уже полностью под контролем республиканцев, на внешнюю политику США. Подозреваю, что повлияет. Сенатор МакКейн, находясь в ситуации меньшинства, был прямолинейен. А в качестве главы Сенатского комитета по вооруженным силам у него появятся дополнительные возможности лидерства и бюджетных дебатов. Сенатор Коркер, новый руководитель комитета по внешней политике, также крайне активен. Но он не занимал поста, на котором полностью мог бы проявить себя. Теперь сможет. Я думаю, что даже эти две фигуры повлияют на ситуацию. Полагаю, что их поддержат и другие, те, кто пойдет тем же путем. Коллеги в Праге, передаем слово вам. Сергей. Спасибо. Историческая правда – это тема нашего следующего обсуждения. Недавно президент России Владимир Путин заявил, что есть необходимость создания единого учебника российской истории. Сегодня школу России могут сами решать, по каким книгам заниматься их ученикам. О том, как могут преподавать историю уже в самом ближайшем будущем, наш московский корреспондент Андрей Королев. Московский школьник Генрих только-только приступает к изучению истории. Пока же в четвертом классе представление о предмете он получает из уроков русской литературы. На днях учитель поведал, что в 907 году русский князь Вещий Олег завоевал турецкий Константинополь. Напали на Константинополь. Я не знаю почему, наверное, как-то связано с Константинополь. Но окажалось, что Константинополь не брали. Пример Генриха ярко обозначивает вопрос исторической правды, которую в России вновь пытаются привести к единообразию. В том числе и через единый учебник истории. Член Совета Федерации от партии «Единая Россия» и в прошлом учитель истории Людмила Бокова, впрочем, оставляет учителям шанс на вариативное преподавание предмета. Там, где нет двойного толкования истории, соответственно, там, где заложена основная концептуальная и мировоззренческая, скажем так, идея, о том, что все-таки история нашего Отечества, она складывалась как единство. Президент России Владимир Путин в своих исторических параллелях идет дальше, лично давая заявку на выстраивание властью отношений с поколением молодых историков, цель которых совместная работа по притворению в жизнь задуманной Кремлем своей исторической политики. Среди порицаемых Путиным тезисов и попытки некоторых историков перекодировать общество, а это не может быть не связано с попытками историю переписать. Советский Союз подписал договор о ненападении с Германией. Говорит, а как плохо? А что здесь плохого, если Советский Союз не хотел воевать? А сама Польша что сделала, когда немцы вошли в Чехословакию? Собрала часть Чехословакии. Так она сама это сделала. А потом получила ответную шайбу. Историк, профессор Российского государственного гуманитарного университета Игорь Яковенко уверен, что речь Путина на встрече с молодыми преподавателями истории может стать предтечей к новой истории КПСС, только теперь под другими слоганами. Сейчас пока нельзя говорить о полном тотальном возвращении. Вообще историю нельзя вернуть. Изменился общий мировой контекст, изменилась экономическая ситуация, масса вещей поменялась. Но потребность и такая тяга вернуться к какому-то мироощущению, какие-то параметры воспроизвести, она есть. Другое дело, что это чистая химера. Как мы слышали, президент России упомянул пакт Молотова-Риббентропа. И вот тема Второй мировой особенно актуальна в контексте нынешних отношений России со своими восточноевропейскими соседями. Вот об этом моя коллега Шахида Якуб беседовала с чешским публицистом, нашим коллегой Ефимом Фиштейном. Ефим, господин Путин в своем обращении к молодым российским историкам упомянул пакт Молотова-Риббентропа. Исходя из нынешней ситуации, которая происходит в Востоке Украины, не очень отлаженных отношений России с странами Балтики, не на тему ли это, и кто же его знает, на что он намекает? Господин Путин попытался представить пакт Риббентропа-Молотова как пакт о ненападении, которое, по его словам, само по себе прекрасно. Что же плохого в ненападении? В том, что будет мир. Но на самом-то деле пакт привел не к миру, пакт означал раздел Польши, то есть настоящую войну со своими восточноевропейскими соседями. Такая попытка представить историю как череду сплошных успехов чревата серьезными недоразумениями в отношениях с соседями. Вас не заставляет задуматься то, что именно сейчас Путин акцентирует очень большое внимание на пересмотре некоторых страниц современной советской, скажем, или российской истории? В частности, он уже неоднократно говорил о государственности Казахстана, о том, что северные казахские земли в принципе принадлежат России, как бы государственности не было, заставляет занервничать некоторых соседей. Несомненно. История это вообще не цепочка желаемого, а это цепочка действительного того, что реально произошло. А там всегда происходили не всегда приятные для государства вещи и возникали неприятные ситуации. Вспомним, скажем, что говоря о пакте Молотова-Риббентропа, господин Путин высказался в том смысле, что и Польша сама недостаточно в белой манишке, что она до этого напала на Чехословакию, воспользовавшись, собственно говоря, отъемом Судетской области у тогдашней Чехословакии. И что фактически раздел Польши был как бы ответом на акт агрессии. Но ведь Путин пытается свою историю, историю государства российского, оправдать во всех ее аспектах. Путин ведь забывает о том, что, разделив Польшу, ни Россия, ни Германия не вернули Чехословакии Южную Селезию, которую Польша тогда у нее отняла. Но может быть это рассчитано российской аудиторией? Может быть он хочет оправдать действия России, не оправдать действия России по отношению к соседям, а как бы уверить население России в том, что он действует правильно? Когда вы начинаете вот этот путь, когда вы вступаете на этот путь, вы обязательно оказываетесь в тупике. Тогда Путину придется объяснить, за что же он, собственно говоря, извинялся в Праге, когда извинялся за вторжение в 68-м году. За что извинялся Горбачев, Ельцин и Путин поочередно. Выходит так, что извинялись-то они по ошибке, а на самом деле все было прекрасно. Большое спасибо. Спасибо и вам. На вопросы программы отвечал черский писатель, комментатор Ефим Фиштейн. Ну а как в самой Центральной Европе относятся к возможности пересмотра истории? Моя коллега Екатерина Кочкина поговорила с учеными-историками и узнала, отражаются ли современные политические тенденции в книгах для европейских школьников. Знакомство с историей страны начинается в школе. В России президент предложил создать единый учебник истории. Ничего плохого там нет, однако часто личные взгляды российского президента воспринимаются чиновниками как руководство к действию. Но не только в России политические тенденции отражаются на учебниках истории. Как нам рассказал историк Игорь Ватолин, хоть в Латвии программа и зависит в первую очередь от преподавателей, а не от государства, история часто трактуется с национал-патриотической точки зрения. Скажем, национал-радикальные силы, которые выступают с такой национал-романтической идеей Латвии для латышей, они стремятся к курс истории Латвии превратить в такую вот индоктринацию в национал-романтическом стиле. Ну, именно латвийский патриотизм, подчеркивая, вот эту историю страданий и свершения латышского народа, что странным образом совпадает с дискурсом, который мы видим в России. В Польше ситуация обстоит несколько иначе. С пропагандой умели бороться и во времена советской оккупации. Пробелы в школьной истории восполняли дома. А в последние 25 лет основные концепции не подвергались существенным изменениям. Об этом перед эфиром нам рассказал польский журналист Алексей Дзиковицкий. В Польше очень сильны традиции вообще исторического воспитания и патриотического воспитания в семьях. Ну, что касается каких-то интерпретаций, исторических фактов, ну, то не думаю, чтобы вдруг пришло... Ну, не может быть такой ситуации здесь, чтобы пришло новое правительство и сказали, вот нет, теперь про битву под Грунбольдом, например, нужно говорить иначе. От проведения параллелей между советской оккупацией, стран бывшего Восточного блока и нынешней ситуацией в Украине в европейских школах пока воздерживаются. И вновь время передавать слово в Вашингтон. Юлия, продолжайте. Спасибо. Комиссия ООН по изменению климата заявила, что глобальное потепление становится причиной экстремальных погодных условий во всем мире и призвала правительство разных стран вырабатывать новые подходы к сокращению выбросов парниковых газов. Изменение климата, возможно, станет одной из тем переговоров лидеров США и Китая Барака Обамы и Си Цзиньпина. И с нами на связи наш корреспондент в Нью-Йорке Виктория Купченецкая. Виктория, добро пожаловать. Добрый день, Юлия. Что ожидается от встречи в Пекине? Юлия, ну действительно, президент США и президент Китая сегодня встретились, но не в неформальной обстановке. Они встретились на таком торжественном банкете, который китайское руководство организовало для всех участников саммита ОТЭС. Официальная встреча президента США и президента Китая ожидается в среду. И, конечно же, помимо экономического развития, помимо экономических связей, политических связей между США и Китаем, вопрос глобального потепления и борьбы с ним будет обязательно обсуждаться. Потому что это очень значительно, это значительная проблема для обеих стран. США и Китай являются самыми главными загрязнителями окружающей среды в мире. И здесь очень интересная деталь, что, например, за 10 дней до начала саммита ОТЭС в Китае были закрыты вокруг Пекина, были закрыты несколько фабрик, несколько заводов для того, чтобы хоть как-то расчистить вот ту загазованность воздуха, которая наблюдается в Пекине. Можно ли ожидать каких-то серьезных соглашений, которые будут по этому вопросу заключены между президентами США и Китая? Скорее всего, нет. Но этот вопрос будет обязательно обсуждаться, потому что для Барака Обама это является одной из самых любимых политических тем. он считает, что борьба с глобальным потеплением, поиск новых возобновляемых источников энергии будет положительно сказываться на экономике Соединенных Штатов и приведет к созданию новых рабочих мест. Однако существует и противоположное мнение. Например, многие в руководстве Китая считают, что наоборот сокращение выбросов парниковых газов будет негативно отражаться на экономике Китая. И такой же точки зрения придерживаются и многие республиканские политики в США. Так что этот вопрос в среду будет обсуждаться, но каких-то прорывных соглашений ожидать не стоит. Спасибо, Виктория. Да, наш корреспондент Виктория Купченецкая была с нами на связи из Нью-Йорка. Организованный российским иммигрантом клуб Кейт Джоджо в Нью-Джерси стал стартовой площадкой для многих спортсменов, в том числе российских, в профессиональный мир смешанных единоборств. Профессионалы называют успехи бойцов клуба феноменальными, а комментаторы награждают Кейт Джоджо титулом легендарной. Репортаж Фатимы Тлисовой и Барда Чальца. Эльберт Туменов! О, еще один! Эльберт Туменов! Лозенг клуба Кейт Джоджо в Нью-Джерси – племя воинов. Правый. Маваши. Отправить в настоящий нокаут Мурата Кештова в жизни и на арене сложно. После переезда в США северо-питкарский спортсмен игрался за разную работу, но не отказывался от своей американской мечты – выйти в профессиональный спорт. Клуб стал стартовой площадкой для талантливых российских спортсменов, многие из которых становятся международными звездами. Действительно, в начале было очень тяжело, конечно. Мечтал именно этим заниматься. Даже если я, как действующий спортсмен, уже не успею чего-то, но хотя бы как тренер помогать другим ребятам новому поколению. Осетинский борец Рустам Чсиев начал свою профессиональную карьеру в США, тренируясь у Мурата Кештова в клубе Кейт Джоджо. Теперь, после победы в крупнейших турнирах и получения титула чемпиона Северной Америки, профессионал называет Рустама феноменальным атлетом и супер-грепплером. Я должен понимать, что если я в абсолютке выступаю, что его данные физические, технические качества, уровень вообще, конечно, другой. Но плюс, конечно, мне приходится проявлять где-то смекалку, где-то играть с ним, как бы, и тем не менее обыгрывать их. То есть быть умнее чуть-чуть. Другая восходящая звезда Кейт Джоджо – Санкт-Петербуржец Абдулла Дадаев. В России Абдулла достигла высших успехов, однако UFC оставалась для него главной мечтой. Здесь именно тот тренировочный процесс, о котором я всегда мечтал, которого мне в России всегда не хватало. Так считается, что вершина ММА в Америке, самые крутые и востребованные промоушены, как UFC, они находятся здесь, в Америке. И каждый, любой спортсмен в мире, выступающий в ММА, мечтает попасть в UFC. Главная цель Мурата Кештова – вывести российские таланты на международную арену. Однако клуб Кейт Джоджо открыт для всех и стал любимым местом для американцев. Здесь тренируются мужчины и женщины всех возрастов, но особое внимание детям. Я бы не сказал, что мы уже добили всего и расслабились. Здесь нет еще. Каждый день хотим добиться что-то лучшее. Такой международный клуб, я бы сказал. В 2010 году нью-йоркский независимый куратор Евгений Фикс и Стаматина Грегори объявили конкурс на лучший проект монумента победы в холодной войне. Лучшие проекты конкурса были представлены на выставке в Нью-Йорке. Там побывал наш корреспондент Михаил Гудкин. Эта идея витала в воздухе. За два десятилетия после падения Берлинской стены не было создано монументов, посвященных завершению холодной войны. Сегодня нью-йоркские кураторы Евгений Фикс и Стаматина Грегори пытаются восполнить пробел. Четыре года назад они объявили конкурс на создание памятника победе в холодной войне. И получили более двухсот заявок. Жюри выбрало 17 работ. Все они сугубо концептуальные. Каждая по-своему пересматривает традиционную формальную структуру монумента. Вот американские художники Азиз и Кучер предложили увыковечить покупку самой дорогой квартиры в Нью-Йорке с видом на Центральный парк дочерью российского олигарха Екатериной Рыболовлевой. Они предлагают повторить планировку этой квартиры в Центральном парке. И эта квартира должна быть утоплена в землю. Но вы можете посмотреть планировку и ощутить размеры помещения. Отправной точкой для российско-американского художника Константина Бойма стала работа советского скульптора Евгения Вучетича «Перекуем мечи на орала», установленная на территории ООН. Он предлагает отправить рабочего, который старательно перековывает мечи на орала, на родину в парк падших скульптур на Крымском валу в Москве. Орудия его социалистического труда останутся в Нью-Йорке. В этом есть прекрасная ирония. Ирония была заложена в проект изначально. И последний виток ухудшения американо-российских отношений сделал концепцию еще острее. Ну и в принципе и четыре года назад было преждевременно праздновать какую-то победу. Сейчас тем более. Ситуация совершенно кардинально изменилась в последние полгода. Но даже четыре года назад это все равно было уже элемент иронии присутствовал, элемент провокации присутствовал. Выставка «Сапала по времени» с 25-летием падения Берлинской стены и вполне своевременно. Та холодная война закончилась. То, что мы имеем сегодня, мы не знаем, что это такое. Это точно не холодная война, потому что все-таки каждое время должно иметь свои собственные названия. По мнению члена жюри выставки, сооснователя движения «Соц. Арт» Виталия Комара, в холодной войне не было выигравших и проигравших. Или наоборот. Проиграли все из-за этого. И все в каком-то смысле выиграли. Вот это вот и проиграли, и выиграли, это очень типично для постмодернизма. Вот эта эклектика «да» и «нет». Эклектика войны и мира. И это так, потому что, с одной стороны, мы вот спокойно живем в Нью-Йорке, гуляем по улицам, пьем кофе. Одновременно идет война, но где-то там, где-то там, на Ближнем Востоке. И то же самое в Москве. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в социальных сетях и в эфире своих национальных телеканалов. Настоящее время вновь наступит уже завтра вечером. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова